Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату, юные друзья. Сейчас мода такая. В ютюб ролики выкладывают, в тикток. И вы, молодежь, выкладываете ролики, в которых делаете вещи прикольные, над которыми ваши друзья смеются, кучу лайков ставят вам. И какие только глупости люди не делают, а ради того, чтобы внимание привлечь, даже наносят вред своему здоровью, лишь бы получить внимание, лайки. Но жизнь состоит не только из этих лайков, подписчиков. Однажды ты увидишь, как те, кто лайкали тебя, кто был подписан на тебя, бросили тебя. Ты лучше цени тех, кто на самом деле заботится о тебе. Твои родители, братья, сёстры. Ты можешь сказать, мол, я со своими родителями не согласен, не понимают меня. И с братьями, сёстрами моими тоже, у нас разная жизнь, и я с ними связь не поддерживаю. Может такое быть, что на сегодняшний день это реально так. Но вот если, скажем, завтра в аварию попадёшь, не дай бог, конечно, то подписчики твои, если это увидят, достанут телефоны и будут снимать, как ты истекаешь кровью на земле. Им без разницы на тебя. Они также охотятся за лайками. Они выложат видео, где ты умираешь. Но может из десяти собравшихся зевак, один человек подойдёт к тебе, спросит, как ты, скорую вызовет, а остальные просто будут снимать на телефон. Как ты думаешь, почему многие знаменитости становятся наркоманами, спиваются, впадают в тяжёлую депрессию, начинают замыкаться в себе, избегать людей. Почему? Да потому что, когда ты становишься популярным, то твои оплошности начинают рассматривать под микроскопом. Когда ты подскользнёшься, они из этого сделают инфоповод. Будут это обсуждать, лайкать. Сами ещё подписчиков наберут. На материале, снятом на тему тебя. Ребят, вот вы молодые, дай бог у вас вся жизнь впереди. Вот эти все ютюбы, тиктоки, социальные сети могут тебе жизнь испортить, причём из-за твоих же глупостей. И ты будешь себя, знаешь, как чувствовать? Мол, я вроде такой знаменитый, столько подписчиков, но я одинок. Я один. Ты знаешь о том, что в Америке один из самых больших процентов самоубийств по статистике. И много среди них подростков от 12 до 18. И во многом это происходит из-за того, что они принимали близко к сердцу то, что о них писали в соцсетях. Так что не надо тебе на вершину славы подниматься на лифте. Иногда лучше подниматься пешком по лестнице. Вот знаешь, может это вообще не твоё. Может тебе просто устроиться на обычную работу. Жить обычно. Друг мой, не делай глупостей. Ради лайков. Оно того не стоит. Ассаляму алейкум. Хай!